И всем привет, ребят, с вами MrBank, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре третье устройство на пушку Scorpion, два устройства мы уже вместе с вами протестировали, эта тема на данный момент времени, наверное, является довольно-таки интересной, и в предыдущие разы мы вместе с вами протестировали разрывные снаряды и пусковую установку стая. Пока что из протестированных устройств я бы выделил бы именно разрывные снаряды, поэтому посмотрим, как сегодня покажут разрывные боеголовки себя, это устройство, которое со сводки имеет ракеты со сплэш уроном, посмотрим, насколько оно актуальное, нагибает оно или не нагибает в нашем матчмейкинге, Ну и сыграем в одном из самых актуальных режимов для этой пушки, это в режиме Джиггернаута, я думаю, что как раз-таки со сплэш уроном при сводке по Джиггернауту есть возможность наноса хорошего сплэш урона, если противник на Джаггере будет как раз-таки кучковаться рядом со своими тиммейтами, то я буду ловить его в поле зрения и буду стараться выдавать ему хорошую контентовую сводочку. Ну и что касаемо корпуса, мы сегодня будем играть на викинге, по дрону у нас будет дефолтный дрон Гипериона, тот самый дрон, который дает возможность прожимать полную расходку одновременно, плюс имеет кулдаун на аптечку 12 секунд, ну и плюс там не такой большой кулдаун на миночку, поэтому пикаем в Джиггернаута, я хотел уже чуточку раньше все это дело записать, но у нас как всегда танки что-то упали, что-то опять сломалось, но благо надеюсь, что сейчас нам удастся записать видос, никаких проблем у нас не будет, и мы полноценно протестируем это устройство. Так, нас закидывает на карту Александровск, нам бы конечно желательно, чтобы была карта такая побольше, чтобы можно было получше посводиться по противнику, но в принципе, ну наверное, даже и на такой карте будет возможность свестись по противнику и нанести урон. Также будем наносить урон обычными тычками, смотреть сколько у нас тут будет залетать по противничку, ну и самое главное, вот эти вот замечательные сводочки, первая контентовая полетела, смотрим, что у нас там залетит, жесткое что-то, ой-ой-ой, хорошо, хорошо, первая контентовая есть, и сразу добивочка от наших тиммейтов сработала, есть контактик, хорошо, первый Джиггернаут на радарчик улетел, так, вторую сразу сводочку, сразу добавочку по следующему, что-то Джиггернауты пока что у нас АФК стоят, еще и выход из карты, ну ладно, ничего страшного, ведем 2-0 уже, значит, все хорошо, все бомбово, наша задача просто немножко поймать прицельчик вражеского Джиггернаута, дабы сводочка у нас пошла, ну а дальше там уже можно и через стенку тушить, и как только не тушить, ну и за счет того, что у нас есть сплэш урон у наших ракет, есть возможность, если даже мы не попадаем по Джиггернауту, нанести хороший урон по другим игрокам, если вдруг мы сейчас быстро эту катку досрочно завершим, то я думаю, что можно будет еще одну каточку сыграть, давайте попробуем еще сводочку дать по какому-нибудь другому противнику, кто-то там вылетел, вроде как, 3 ракетки успело полететь, ну и со сплэшом они залетели, не сказать, что, конечно, там большой сплэш урон, но с точки зрения того, что я наношу по нескольким танкам одновременно урон, это уже неплохая вещь, да, то есть я по нескольким танкам нанес, соответственно, накидочка какая-то уже залетела, значит, на дистанции мы уже свой плюсик от этого сплэша будем иметь, так, откроется ли противник у нас под прицельчик, мне достаточно хотя бы просто миллиметра его поймать корпуса, дальше уже я могу делать расстояние, оп, хорошо, чуть-чуть откатим, чтобы расстояние было побольше, чтобы точно на верочку залетело, хорошо, сводочка рабочая есть, и есть, контактика, эта пушка вообще, я бы сказал бы, что идеально подходит для режима Джиггернаута, а вот, что касаемо других режимов, ну, не сказать, что она там прям супер актуальна, да, вот, а вот в Джаггере мне она прям безумно нравится, то, что можно делать на ней, как можно ловить здесь Джаггера на этих сводках контентовых, как по мне, это супер контентовая и прибыльная вещь, так, у меня появляется оверка, но мне, наверное, она особо сильно не нужна, так, я сводочку поймал, хорошо, через домчик, по идее, должно залетать, так, мне оглушение залетело, но сводка тоже по Джаггеру вражескому контентовая есть, пока что без особых сплэш уронов залетает, плюс у меня сейчас есть овердрайв, который можно будет реализовать, желательно, наверное, это сделать где-нибудь здесь на пушинге правого фланга, здесь вот если поражать, ну, давайте, наверное, лучше сводочку втушим, Джаггернаут никогда не ожидает сводку такой пушки, потому что, ну, во-первых, снаряды летят через верх, во-вторых, когда вы сводитесь, если у, например, страйкера есть луч, у шафта есть луч сводки, да, и можно понять, что по вам кто-то сводится, то у этой пушки луча сводки нету. Появится он или нет, вопрос хороший, но я бы, наверное, сказал, что нужно его сделать, потому что это нечестно, да, по отношению к шафту и страйкеру, то, что у них эта сводка видна, а здесь вы в наглую можете сводиться по противнику, он даже не знает, что вы по нему сводитесь, и вы накидываете супер большое количество урона, поэтому я считаю, что эту сводочку бы сделали было бы тоже неплохо. Так, у меня есть оверка, и есть джаггер, который по мне уже сводится, ладно, не получилось немножко. По очкам пока что, ну, такое-се, слабовато, если честно, слабовато, да, но мы больше смотрим, конечно, не на очки, а на реализацию нашего устройства, да, и на то, как оно себя показывает, да, тут я, наверное, не делал супер акцент на очки, потому что если бы я делал акцент на очки, то я бы лучше бы просто противника в углу уничтожал бы, а не джаггернаута, и чисто бы старался бы на накидочку по противничку работать. Так, ну, сейчас это очень близкий выстрел, и, конечно же, он не залетает, да, то есть здесь тоже с точки зрения карты есть плюс у большой карты, да, то есть если противник будет стоять, например, где-то в углу на расстоянии, за счет Скорпиона, за счет этой сводочки, можно все равно в него попасть, а вот если наоборот расстояние не будет, то свестись и уничтожить как раз-таки противника будет намного-намного тяжелее. Так, ну, и было бы неплохо уже где-нибудь оверку бы прожать, если честно, где-нибудь хотя бы что-то попробовать на бэмсануть, где-нибудь по противничку накидочку будем сделать красивую, а то я что-то как-то чисто обычными выстрелами тут начинаю уже накидывать. Противник особо не открывается под какие-то супер тайминги. Я уже на обычной накидке чисто сижу. Давайте Джаггера попробуем слить. А, понял, он залагал, прикольно. Что еще я должен делать, когда залагал Джаггернаут? У нас опять игра полузалагала. Полумертва у нас опять. Так, ну я Джаггера не смог слить, кто-то его смог слить. Интересно, 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 очень интересно работает. Пока что сводочки по Джаггернауту со сплэш-уроном не дали прям супер-контенту, если честно. Хотя, на дистанции, мне кажется, это должно работать. Оп, хорошо. Ну и сводочка его не что-то. Такая легенькая каточка получилась, поэтому давайте, я думаю, что сыграем еще одну. Посмотрим в рамках еще одного боя в режиме Джаггернаута это устройство. Потенциал у него хороший. Да, то есть, если четко работать по сводочке, я думаю, что можно не кисло сплэш-урона наносить по Джаггернауту и по всем тем танкам, которые будут находиться рядом. Плюс можно, наверное, это использовать устройство в какой-нибудь осаде, либо, например, в штурме за атаку, там, где в штурме за дефе. В дефе, типа, кучкуется на штоке. Можно тоже, наверное, контенту хорошего давать. Но Джаггернаут мне в этом плане тоже супер нравится. И карта, которую нас сейчас закинуло, магистраль, я считаю, что она идеально подходит, как раз-таки, вот, для работы таких контентовых сводочек. Первый Джаггернаут есть, при том, что он очень-очень простой. Сводка, по мне, хотела залететь. Ну, конечно, она не залетает. И сводочка по противничку. Открыть сводочку. Открыть. Хорошо. Есть контактик. Есть контактик. Полетела, родная. Ой, хорошо. Хорошо. Забемсил. Так, без, конечно, еще дополнительного урона всплышом, но все равно сводка контентовая залетела. То есть, если бы мы сейчас бы смотрели на то количество урона, который я наношу с этой пушкой, то оно было бы очень и очень хорошим. Почему сводка не летит? Я не поняла. Алло. Водочка. О, хорошо. Поймал. Поймал контактик. Есть контактик. И залетик, 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 залетик. Ту-ту-ту-ту-ту. Хорошо. О, с флэшом кого-то забрал. Супер. Вот этот контактик мне уже более нравится. Так, ну и теперь обычными выстрелами доработать. А-а-а, доработать не получится. Шафтик с лечением на страховочке. Ну ладно, если шафтик на лечении и страховочке, то вторая контентовая залетает. Блин, там что-то как-то нулевой урончик какой-то появился. Не понял я, если честно, приколдеса. Ну ладно. Так, давайте попробуем сводочку оформить по шафту. Блин, шафт закрылся. Лучше бы по нему, конечно, свестись. Ну давайте просто по магнуму дадим такую хорошую. А-а, понял, хорошая. Не залетела хорошая. Уничтожился он. Водочка сразу, конечно, спадает, когда танк уничтожают. джиггернаут прожал овердрайв. Тиммейты начинают выпушивать, ну и походу там сейчас викинга и зида схавает. Не, не доело чуть-чуть. Чуть-чуть не доело джиггернаута. Так, прицельчик мне поймать, надо его. Сейчас поймаем, попробуем. Блин, мне надо просто пиксу. Малейшую пиксу мне поймать и все, мне больше ничего не надо. Оп, пикса есть. Но это, наверное, расстояние чересчур маленькое. А, не, нормальная. Хорошая даже, я бы сказал. Сводочка залетела. Так, до следующей сводочки надо чуть-чуть подождать. Там еще залетает сосулечка какая-то контентовая. Так, ну и у меня есть уже вторая сводочка. Вторую сводочку рабочую даем. Там уже наши тиммейты неплохо так выпушивают. Ну и со второй сводочки. Тоже не добивая. Ну ладно, благо там тиммейта доработали. Урона, конечно, супер много выдает эта пушка. Если акцентировать, как я уже сказал, внимание на том, сколько вы урона в целом даете, то я думаю, что это прям очень-очень хороший аппаратик такой. Ну и за счет того, что ракеты летят сверху, это прям вообще безумно непредсказуемая вещь. И Джайгер никак не может контролировать полет ваших ракет. То есть, как вы будете там накидывать их, за счет чего он вообще даже предугадать не может, что будет происходить. Так, у нас голдик на мосту сейчас будет. Джиггернаут справа респуется. Давайте сразу контентовую сводочку выдаем. залетик у нас вроде как будет сейчас. А, его даже быстро так слили. Офигеть. Даже моя сводка не успела долететь до Джиггернаута. Его уже уничтожили наши тиммейт. Прикольно. Прикольно. Так, рикошетик какой-то по мне накидывает в спину. У меня уже появляется овердрайв и появляется еще сводочка. Но я полную сводку не успел выдать. Два выстрела только дал. И то эти два выстрела половина залетела мимо. Так, пишет, что Джиггернаут нулячий. Нулячий Джаггер. Ой-ой-ой, на обратной сводочке тоже не кисло так мог залететь выстрел контентовый. Так, мне надо, чтобы пикнул. Мне надо, чтобы кто-то пикнул. Либо Джаггер пикнул, либо либо Ой-ой-ой, осторожней. Либо Джаггер пикнул. Джаггер пикнул. Супер. Либо любой противник, который стоит рядом с ним. Так, хорошо, хорошо, четко. Эти мейты сразу доработали. Есть еще у меня контентовая сводочка, в которой мы поработаем нормально. Джиггернаут даже с карты выходит. Флэш урона у обычного выстрела нету. Поэтому, если что, можно даже просто так накидывать по противничку. И ничего в этом. Не по противнику, а по тиммейтам даже. И ничего не буду я себе наносить. Это очень тоже полезная вещь. Так, ну и надо еще пару сводок дать. Пока что сплэш урона прям супер много я не зацепил. То есть, сама концепция снарядов она работает на ура. Она прям супер жесткая. Но, чтобы я имел какой-то прям дикий плюс от сплэш урона, ну, наверное, его так сильно нету. но я считаю, что у этого устройства есть потенциал. Есть потенциал. И на дистанции мне кажется, оно себя может очень круто показать. Да, то есть, за счет вот этих вот сплэш-сводок, как я уже сказал, на какой-нибудь осаде, в каком-нибудь штурме за атаку, да, когда противник там будет дефить против, я думаю, что можно очень кисло надавать. Но мне тоже казалось, что в джиггернауте можно не кисло настрелять, но, к сожалению, не так уж жестко получилось. Да, ну и обычный давайте уже доработаем овердрайвом. В целом, в целом, я скажу, что это интересное устройство, это точно устройство интереснее, чем устройство пусковая установка стая, которое является якобы там сводка более маневренная и на меньшей дистанции, хотя я бы не сказал, что оно так, она наоборот более предсказуемая и ну не актуальна, я бы сказал, не актуальна, да. А вот эта сводка со сплэш-уродом с разрывными боеголовками довольно интересная, так же, как и разрывные снаряды, но разрывные снаряды это больше устройство под дефолтный аркадный режим, да, то есть, это под какие-то там средние маленькие карты, а вот это устройство под большую карту, под, например, джагера, под осадочку, под штурмик, или под любую большую карту, где вы на дистанции будете просто стоять и накидывать большое количество урона. И я думаю, что с этой пушкой можно также пробовать такой дрон, как кемпер, если вам интересно, то я думаю, что в будущем мы сможем тоже его со скорпионом протестировать. Мне кажется, что если сэйвится круто, да, то вот этот вот дополнительный урон и броня, но броня там, наверное, не сильно роляет, а вот урон, да, именно, они будут давать очень хороший плюс скорпиону, да, поэтому если у кого есть уже эта пушка, я бы на вашем месте акцентировал бы на этом внимание и попробовал бы поиграть на такой темочке. Мне вот интересно, что тут на пушке написано. Это что написано? Скорпион написано или что? В качестве таком супер плохом. Ну, что-то написано там, короче, на пушке. Я, если честно, не понимаю. Если вы знаете, что там написано, можете мне написать в комментариях. Ну, краска, конечно, супер жестко, пикселит, хотя, довольно красиво. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства, как по мне, как я уже сказал, интерес, интересик, интересик. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики, ну, и также не забывайте про такт создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте кема личный, так это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и 20 тысяч танкоинов. Вся информация по поводу розыгрыша есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok